Шаманизм Из архаических форм духовного знания шаманизм можно, наверное, назвать самым упоминаемым. Он чаще всего у всех на устах. Когда кто-то из нашего современного общества неожиданно обнаруживает сверхъестественные способности, что-то угадывает или на него снисходит озарение, все говорят, шаман, однако. Говоря о шамане, чаще имеют в виду что-то другое. Жреца, почитателя культа предков, архаического медицинского работника. А между тем, шаман — это вполне конкретная вещь. Шаман — это вполне конкретные техники работы с невидимым миром. Шаман — это вполне определенная картина мира, на которой эти техники основаны. Эта картина не присуща одним шаманам и их последователям. Она проникает во все уголки сознания древнего человека. И его связь с предками, и его осознание себя во времени и пространстве, и его осознание себя с другими живыми существами — все это она сочетает. Но шаман в этой картине занимает вполне особое место. Такого ревизорус с особыми полномочиями. Чем отличается шаман от всех остальных представителей архаической духовности? Шаман — это прежде всего путешественник. Где он путешествует? Он путешествует из мира обыденного в мир, открытый не всякому. То есть можно сказать, что картина мира, для которой нужен шаман, в которой востребованы шаманы, это картина, где весь наш единый мир делится на несколько отделений или ответвлений. Лучше всего эту картину передает такой образ, как мировое древо, у которого есть корни, у которого есть крона и у которого есть ствол. Мы, люди, окружающие нас, материальные предметы, растения, животные в середине ствола. Некие животворящие силы духи и предки на вершине, в кроне. Силы темные, непостижимые, во многом враждебные, но тем не менее необходимы для того, чтобы все зарождалось, развивалось и росло. Они у корней. Шаман путешествует между ними. Жрец, родовой старейшина, который выполняет от лица общины обязанности перед высшими силами, он вещает в одну сторону. Он к ним обращается и в редких, особо исключительных случаях получает ответ как-то опосредованно в виде знаков. Шаман общается с этими силами напрямую. Что отличает шамана кроме путешествия? У шамана обязательно должна быть шаманская душа. Это та составляющая личности, которая как раз и помогает ему преодолевать эти грани между мирами, которые для обычного человека непреодолимая. Шаман действует на наших глазах, он зовет духов, он описывает свое путешествие, он одновременно и стоит перед нами, он одновременно карабкается по тому, по самому мировому древу. Это как раз ему и помогает видеть шаманская душа, которая по одним воззрением вдыхается в него при самом рождении от таких же продвинутых шаманских предков, по другим вкладывается некими силами при посвящении. Но в любом случае у обычного человека этой души нет, у шамана она есть, она позволяет ему видеть духов, она позволяет ему сражаться с духами, ездить верхом на духах, она позволяет ему путешествовать туда, куда мы попадем в лучшем случае только после смерти, и что самое главное возвращаться. Что еще есть у шамана? У шамана есть духи помощники. Причем, что интересно, это не только как в сказке братьев Гримм какие-то духи, которых он накормил и напоил, спас от опасности, и за это те стали ему помогать. Это еще и поступившие к нему на службу духи враждебные, которых он победил, которых он изгнал из больного, которых он изгнал из проклятой вещей, гонял по этим таинственным неведомым шаманским мирам и в конце концов загонял до того, что они перешли к нему на службу. Чем больше таких побед было, тем больше духов помощников у шамана. Чем больше духов, тем шаман могущественнее. В старых фильмах советской эпохе и в западных некоторых тоже шамана представляют как шарлатана, как интригана, как любители выманивать материальные блага удоверчивых соплеменников, короче, как эксплуататора. А в реале по записям на графе шаман пофисе наоборот может оказаться самым бедным человеком в стойбище. Потому что у шамана бывают ситуации, когда ему просто некогда заниматься хозяйством. Его зовут на помощь, он собирает своих духов и идет на помощь. Отказать он не может, иначе духи его разорвут. Само по себе быть шаманом это не только уважение соплеменников, и далеко даже не всегда уважение соплеменников. Это еще и очень тяжкие и обременительные обязанности духов кормить, духом давать работу, духом сооружать жилища, о духах заботиться. Тяжела и неказиста жизнь рядового шамана, и завидовать тут проще говоря нечему. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.